Давно я не снимала видео на тему DIY, поэтому сегодня я справляюсь. И недаром сзади на фоне мужская рубашка, сейчас вы узнаете, что можно с нее пошить. Хочеть бы хотела с того, что я очень люблю мужские рубашки, я их ношу в повседневной жизни очень часто. Это классный такой, знаете, своего рода кардиган для меня. Но сейчас речь пойдет о том, что можно с нее пошить. Итак, все началось с того, что я увидела в инстаграме, обычно листая ленту, интересный костюм. И прошу прощения за звуки, это у меня маленький котенок, который не понимает, что я снимаю видео, что нужно посидеть тихонечко. Так вот, началось все с того, что я в инстаграме листала ленту, увидела классный костюм. Посмотрела его цену и решила, что нет, не нужно мне. Но потом меня осенило, что у моего парня есть рубашка. Он ее не носит. А она прям один в один, как тот материал, который я видела в этом костюме. И я решила, почему бы не пошить мне из нее. Моя ошибка, что я не снимала весь процесс на камеру, чтобы с вами поделиться. Но я взяла для примера другую рубашку, и я буду стараться на ней показать вам, что же, что делалось, с чего началось, как продвигалось. Итак, сейчас, наверное, будет правильнее показать вам сам костюм, о чем будет идти речь. Как вы видите, тут у нас четыре детали. Нижняя деталь юбка. Прошу прощения за звуки еще раз. Два рукава и топ. Это все шьется из одной рубашки. И по большому счету вам даже, наверное, швейная машинка не нужна, по идее. Но здесь она использовалась. Можно обойтись без нее. Очень понравился мне оттенок этой рубашки. И безумно мне впечатлил материал. Это лен, мой любимый. Боже, она потрясающе приятная к телу. Ну, а теперь давайте поговорим, как такую красоту можно пошить. Итак, смотрим на рубашку. Нам нужно вырезать вот здесь, из части, где есть карман, себе топ. Просто берется и отрезается прямоугольник. Раз и раз. Две линии. Но отрезается так, чтобы оставалось по два сантиметра сверху и снизу, на то, чтобы подвернуть и сделать шов. Куда будет вставляться резинка, либо куда будут вставляться завязки. В моем случае сейчас вставлена резинка. Но я думаю, что будет интересно, если я подберу какую-то ленту тон в тон и сделаю такую завязку. Там будут банты и будет ее неплохо выглядеть. Так вот, это у нас будет лиф. Оставшаяся часть тоже просто делается под ворот в два сантиметра. Это будет юбка, в которую вставляется резинка, либо опять-таки можно вставить туда какую-то ленту. Теперь поговорим о рукавах. Рукава просто отрезаются, распарываются. Подворачиваются. Опять-таки стандартными двумя сантиметрами и получается, вставляется резинка. На данный момент у меня рукава не пришиты к топу, но я это буду исправлять. Мне нравится все-таки, когда это завершено, когда это цельно. Все посторонние звуки, которые вы только что слышали, вот это создание делала. Подержу ее на руках, чтобы она хоть немножко успокоилась, потому что она не дает мне снимать видео. Она пищит, кричит, хотя она не наета и все-все-все. Так вот, что по рубашке я рассказывала. Что у нас получается безотходное производство. Убирается только вот воротник. Но, в принципе, можно его куда-то применить и его тоже дошить. Рубашка шьется очень быстро. Почему ты ругаешься? Ты дашь мне снять видео? Женщину. Рубашка шьется очень быстро. Опять-таки, используя швейную машинку, это еще в разы быстрее получается. Но, если у вас ее нету, то, в принципе, это все можно и руками подшивать. Единственное, что это немножко монотонная такая работа. Она просто спать хочет, кошка, поэтому она нам давала такой вот концерт. Я разговариваю, не даю тебе спокойно отдыхать. Мне кажется, результат получился шикарный. Я, конечно, немножко затянула. В идеале, такой костюм надо было бы шить в начале лета, чтобы многие переняли от меня это вдохновение и повторили, конечно, если кому понравится. Но я чувствую, что вот у нас скоро близятся холодные осенние и зимние вечера. И я могу придумать вам еще несколько вариантов, что можно пошить из рубашки, дать вам вдохновение. И к следующему сезону вы будете готовы, продумано все будет у вас. Мне безумно нравится, как этот костюм смотрится с соломенными вещами. У меня скоро выйдет видео, мой заказ сайта New Cheek. Я вам покажу просто, что какая прелесть ко мне приехала и как она классно гармонирует вместе с вот этим костюмом. Еще один маленький нюанс. Ребята, если вы собираетесь шить, то это выбирайте рубашки желательно побольше размера. Вот моя, например, была размера XXL и вот мой вообще стандартный размер XXS. И на мне она получается идеально за счет того, чтобы было такое поле разогнаться. И чтобы рубашка топа не смотрелся куца как-то. Вот как раз большие размеры с помощью резинок они помогают создавать такой объем выдуманный. Напишите в комментариях, понравилось ли вам. Напишите, что бы вы хотели, что я переделала, какое-то дать мне задание. Я с удовольствием воплощу его в действительность. Ну а еще хотела бы обещать вам, что больше такого перерыва между два видео большого не будет. Что я буду показывать вам свои подделки все чаще и чаще. Но мы с Барселоной прощаемся, потому что кое-какому таракану пора принимать лечение. Она у меня сейчас на передержке, на лечении находится. Ей спать хочется. Поэтому, ребята, все. Пока-пока. Барселона. Барселона Фантомат, скажи всем пока-пока. Пока-пока. Все. Подписывайтесь на канал. Буду вас рада видеть в рядах моих подписчиков. Подписывайтесь ко мне в Инстаграм. Там у меня лайфстайл 24 на 7. Все. Пока.